Теперь я вам рассказываю, что с чем связано. Я вам в целом рассказал теперь, что с чем связано. Посмотрите, вы не можете рано вставать, у вас нет сил. Вы уставлёте на работе, не хочется даже идти на работу. У вас нет сил, допустим, общаться с мужем или с женой. Вы не хотите друг с другом разговаривать, нет сил. Можно думать, что вы не подходите друг к другу, но это ваши проблемы. На самом деле, ещё раз повторяю, 80% проблем у человека — это истощение. Это мой 30-летний опыт работы с людьми. Я видел миллионы людей, и у всех почти сейчас одно и то же. Это очень просто понять, если начать это делать. Сразу всё меняется. Итак, если у вас нет возможности внутренне что-то сделать, устроиться на работу, уволиться с работы, которая вам не нравится, поговорить с человеком, выяснить с ним отношения, или не говорить с человеком, то есть, если бы он вас замучил, вы не можете от него пройти. Это значит, что у вас страдает волевой фактор, у вас не хватает воли, силы воли. И часто, когда человеку не хватает силы воли, он начинает обвинять других людей, думает, меня все не любят, меня все замучили, никто не хочет меня понять. Ну, то есть, он сам не может установить правильное отношение с людьми, потому что у него не хватает волевого фактора. А при этом, его жизнь превращается в тюрьму просто. Такого человека. Что делать? Волевой фактор вырабатывается длительно, непрерывным движением. Объясняет, насколько длительно. Все зависит от того, что вам надо. Если вы обижаетесь, если вы чувствуете себя очень эмоционально, нет, если у вас не хватает работоспособности, ну, вы не можете работать, у вас не хватит силы. У человека есть всего пять энергетических слоев. Мы не говорим про два, про цилиндры, да, внутренний и наружный, как вчера. Есть пять энергетических слоев. Эти пять энергетических слоев связаны с разной глубиной психики и с разной глубиной здоровья. Я вам сейчас эти связи буду говорить. Вот если человек идет 40 минут, этого достаточно, чтобы хватало сил работать. Работоспособность всегда будет нормальная. Запомнили? Это самый первый слой. Ну, самый первый такой вот. И пять из пяти. Самый первый. Работоспособность называется. Или защитный слой организма. Можно его назвать защитным. Там же находится иммунитет. Там находится работоспособность. Концентрация внимания. Такое. Жизнаважный продуктский человек. Если человек как размазня, он не может сосредоточиться, ничего сделать, на работу не хочет идти, на работу тяжело. Достаточно гулять 40 минут в день. Или не каждый день через день, допустим. Теперь. Если у вас страдают эмоции, то есть вы... Мы говорим сейчас про волевой фактор. Это значит, что у вас эмоциональная подавленность. То есть вы свои эмоции не можете выразить. Вы как бы... Другие люди выражают эмоции, а вы их не можете выразить. Вы не можете поделиться своими эмоциями с людьми. У вас нет сил. Или они вырываются у вас в виде такой истерики. То есть как отчаяния. То есть у вас не хватает силы свои эмоции отдать другим людям. Правильно. Или вы как бы... Истерики, или вообще не можете что сказать. Это значит, что вам надо ходить 80 минут. 80 минут раз в два дня. Чаще нельзя будет ребюстить. Если у вас страдает настроение, то есть эмоции... Если вы вспомнили, эмоции — это второй энергетический слой. Третий, более глубокий — это настроение. Вот смотрите, настроение, если плохое, это что такое? Это уже не эмоции. Это значит, что ты ко всему относишься плохо. Тебе все не нравится. Страна плохая, в которой я живу. Вы, наверное, иначе на самом деле не знаете, что у нас тут за город. У нас тут все плохо. Это означает, у вас настроение плохое. Настроение. Там находится болезнь. То есть там находится истощение. Настроение меняется, когда человек идет 40 умножить на 3 минуты. То есть 40 на 3, сколько получается? 120. Это 2 часа. Ну, то есть человек, это 2 часа или 120 минут раз в 3 дня. Не каждый день. Раз в 3 дня, 2 часа. Настроение отличное. Вот. И если говорить о здоровье, то на первом слое находится иммунитет. Я говорю, на втором слое находятся вот кожные болезни, которые у людей есть. Если слизистые оболочки страдают, гастрит, холецистит какой-то, кишечник страдает. Слизистые в половных органах страдают. Слизистый глаз страдает. Все слизистые оболочки плюс кожа лечатся всего 80 минут ходьбы. Больше не надо. Если у человека страдают сосуды, у него гипертония, или у него страдают мышцы, страдают суставы, кроме позвоночника, то ему надо ходить уже 120 минут или 2 часа. Это третий энергетический слой. И он же связан с настроением. Поэтому у людей, у гипертоников, или у тех, у кого болят суставы, у них у всех также пониженное настроение. Чтобы вы знали, не эмоции, они могут эмоции нормально, эмоционально не реагировать. Но при этом настроение у них плохое. Это значит, что они истощены просто. У них там организм не наелся природой просто. И чтобы природа дошла до третьего слоя, нужно идти. Когда человек идет, он как всасывает насосом эту энергию к природу. Нужно идти 2 часа. И за 2 часа у тебя проходит все, куда надо. И все, у тебя сосуды работают нормально, давление, до свидания. У меня родной дядя, ему 70 лет, у него давление было. Он говорит, я не знаю, каким лекарствам пить. Я говорю, ну начни ходить 2 часа в день. Он говорит, у меня суставы больные. Я говорю, а это из той же оперы. Если начнешь ходить, суставы тоже начнут лечиться. Он говорит, а если у меня вообще лица трубца, и ты меня коллегой сделаешь. Я говорю, давай, иди. Я уже многих так вылечил. Он не поверил мне, не стал ходить. Но потом приехал на наш фестиваль «Благость». У нас, если вы на русском говорите, можно приехать на фестиваль «Благость». Там очень хорошая возможность понять, как все работает. Там тысячи человек приезжают, и все делают так, как надо все. И у всех все получается. Он начал ходить после фестиваля «Благость». И сначала у него начали ныть колени. Он говорит, ну вот, Олег, у меня рушатся суставы. Я говорю, я ничего не вижу, рушатся. Если после колени начали побаливать, ныть, ну то есть не болеть, оно такое, как будто чувствуешь неприятно. Это значит, что они лечатся, они не болеют, не разрушаются. Прошло три месяца, он три месяца ходил, у него одна колена, мыло, потом перестало, потом следующее начало. Это уже которое, мыло перестало, потом тазобетренные суставы, потом голеностопные суставы. Все, проболело, короче. И сейчас он ходит, ничего не болит. Потом начало давление лечиться. Он проходит два часа свои, давление нормально весь день. Потом опять начинает чуть-чуть хорохлить, потом опять он проходит два часа, давление опять нормально весь день. Ну то есть организм просто, организм не то, что тупеец возраста, но знаете, возраст приходит, организм тупой такой становится, он уже не знает, как регулировать давление. Да ему просто не хватает энергии для этого, вот и все. Организм совершенное создание Бога. Он знает, как лечиться, он знает, как рожать, он знает, как нарадить гормональные функции. Врачи не доверяют этому, они говорят, тебе гормоны надо колоть, но тебя организм не знает, сколько ему надо гормонов. Это полный бред. Он все знает. Надо просто начать правильный образ жизни вести, и он сам будет наполняться, когда энергии получится, и у него все само начинает работать как надо. Все. Вот. Если у человека болезни внутренних органов, такие как печень, почки, сердце, поджелудочная железа, щитовидная железа, по-женски, вот придавки, то тогда в этом случае ему надо ходить 2 часа 40 минут. 160 минут. Раз в четыре дня. В три-четыре дня. Пусть кажется, что не каждый человек сколько пройдет, или не значит. Согласен. Теперь смотрите, если вы идете, идете, допустим, прошли полтора часа, и оп, дальше вы идете не можете, чувствуете, что плохо. Это значит, там болезнь, мои дорогие друзья. Это стопроцентный факт. И если вы потихоньку пройдете этот период, вы потом заметите, что вы когда идете дальше, вам уже не так плохо. То есть вы проходите, допустим, вот полтора часа прошли, плохо стало. Потом еще 30 минут прошли, оп, теперь уже можете идти без проблем, потому что дальше болезни нет. А потом проходит еще одно время, какое-то время опять засада, и вы опять не можете идти, опять тяжело. Значит, следующая болезнь, это уже на другом слое энергетический. И так человек может, пробивая эти слои, и если он идет дальше, дальше, он пролечивает разные слои организма. И так, четвертый слой, предпоследний, это все внутренние органы. Если вы хотите рассосать кисту, я не говорю про злокачивание опухоли. Киста там, допустим, миома какая-то там, ну, доброкачественная опухоль матки, большая проблема, многие женщины оперируют. Или, допустим, киста там в почках, или в печени, или в щитовидной железе узел. Это все лечится ходьбой 2 часа 40 минут, раз в 4 дня. Вы скажете, как быстро ходить? Ходить свободно, то есть, вот как вам нравится. Идите, как вам нравится. Не надо умирать от ходьбы. Если вы возьмете палки в руки, то когда, ну, это будет больше нагрузки, и когда вы быстрее можете преодолеть. Но я вам не советую сразу этого делать. Просто спокойная ходьба для любого человека доступна. Это гораздо проще, чем бежать, допустим, или с палками. Это уже тренированный человек может делать. Если у вас страдает нервная система, а на третьем слое, ну, там, где внутренние органы, находится у человека депрессия. Депрессия, знаете, что такое? Когда все плохо, чем черной краски. Человек вообще не хочет жить. Ему плохо. Поднимите руку, кто вот так чувствует у кого такое состояние. Есть такие? И хочет жить в черной краске, все плохо. Нет счастья в жизни. Это депрессия. Она находится на четвертом слое. Два часа сорок минут прошли. Депрессия, до свидания. Теперь где ходить надо? Ходить надо. Можно вокруг замка вашего. Можно, допустим, в парках. Ну, вдоль реки. Там, где люди отдыхают. Не там, где они на работу идут, где суета. А где люди расслаблены, счастливы, себя чувствуют, хорошо улыбаются. Все вот там надо ходить. Надо заряжаться. Не разряжаться, а заряжаться. Ну, то есть идите в какое-то место. И там ходите. Можно по кругу. Не обязательно куда-то далеко идти. В дальнюю дальнюю. Можно в небольшом кусочке. Главное, что под количество. Там деревья должны быть. Ну, чуть-чуть природы должно быть, чтобы там было вот спокойно. И воздух свежий. Вот так вот. И там человек заряжается в какое-то место. Теперь, если у человека неадекват пошел, то есть он ничего не соображает. Кстати, еще память, память человека находится на втором слое. Если у вас страдает память, если вы не можете ничего запоминать, это на втором слое. Вот, допустим, болезнь, болезнь бывает старческая. Человек забывает все. Это всего лишь 80 минут ходьбы. А если болезнь Альцгеймера, то есть это когда ты уже не просто забываешь, а ничего не соображаешь, то тогда прибавляем 2 часа 40 минут плюс 40 минут, получается 3 часа 20 минут, это максимум, раз в неделю. 6-7 дней и до свидания, психические заболевания. Шизофрения, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, там старческий маразм, как хотите называть, там и так далее. Если маленькие дети, которые там по 3-4 года с аутизмом могли сами так двигаться долго, они бы тоже были увеличивались от этих заболеваний. Но если человек уже взрослый, у него такие проблемы, он может легко начать это делать и получить колоссальные изменения в своей психике.